Ребят, с вами MegaAbzor.com. Напомню, что на прошлой неделе мы начали глобальный проект по тестированию сразу 14 моделей радародетекторов. Если вы пропустили первый выпуск, рекомендую познакомиться с ним по ссылке. Тогда у нас наметился лидер в лице сигнатурной модели Play Me Silent. Сегодня также включаем сравнительный материал. Выступать он будет в качестве контрольного для проверки и сравнения работы на участках сложными срабатываниями. Во второй части будут протестированы Silverstone Monaco, Show Me 700, Neoline X-Cope 5500. Все эти модели стоят от 5500 до 7000 рублей. Все поддерживают работу в паре с GPS-модулем. Буду благодарен за поддержку данного видео лайками, репостами и комментариями. Это очень сложный проект и в плане ресурсов, и времени, который мы затрачиваем на данный тест. Итак, приступаем. Silverstone Monaco выполнен в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием. Информация выводится на однострочный монохромный дисплей. Регулятор громкости в этой модели выполняет еще и функцию выключения системы. Не понравилась реализация крепления к кронштейну. Для установки требуется усилие. Оно же нужно для съема. Предполагаю, что в дальнейшем это приведет к повреждению фиксатора. Show Me 700 напоминает внешне рассмотренную ранее модель. Простой и компактный корпус. Но дисплей здесь не информативен. Управляется с помощью механических кнопок. Neoline XCO 5500 относится к новой серии с обновленным дизайном корпуса. Лицевая часть скошена под углом. Складывается ощущение массивного экрана. В реальности же это однострочный экран с цветной подсветкой. Информация, кстати, разборчива, в отличие от рассмотренной ранее модели. И в солнечное время, и в темное время. Но есть большая проблема. Вся вот эта площадь катастрофически быстро собирает следы пальцев и царапины. Пара неделей гаджет будет выглядеть непрезентабельно. Нужно наклеить сюда защитную пленку. Play Me Silent приятно порадовал балансом между внешней привлекательностью и функциональностью. Здесь заострять внимание на нем мы не будем. Посмотрите первую часть сравнительного обзора. Напомню методику тестирования. Мы выбрали участок в городе Казани. От РКБ до торгового центра Мега. Участок проходит с оба 2-3 раза. Каждым радародетектором отдельно. В дальнейшем эти участки проходятся попарно. Для контроля особенностей работы каждого радара. На этом участке присутствуют переносные стационарные комплексы. Предварительно на каждый радародетектор устанавливается последняя версия прошивки и базы камер. Silverstone Monaco первоначально показал себя неплохо. Предупреждение о стационарных камерах выводится заблаговременно. Есть голосовые подсказки. Это второй радародетектор у нас на тестах после Play Me Silent, который выводил уведомления по камерам контроля стоп-полосы на светофорах. Но чем дальше мы проходили участок, тем заметнее становилось, что работа радародетектора очень неравномерна. Проскакивают частые ложные срабатывания в X и K диапазонах. Большие вопросы остались к дальности определения мобильного комплекса КРИС. Только на очень близком расстоянии от камер – 300-400 метров. В городе этого хватит для коррекции скорости, а на трассе уже вряд ли. Xiaomi 700 недалеко ушел от старшей модели, которую мы рассмотрели в прошлой части обзора. Отличие фактически заключается только в более простом дисплее и конструкции корпуса. Такое же большое количество ложных срабатаний на участке. В базе камер отсутствует комплекс на светофорах. Средняя скорость на участке работы Автодоре не рассчитывается. Следующим подопытным стал Neoline XCO 5500. На фоне рассмотренных выше двух моделей он продемонстрировал хорошую помехозащищенность. Дополнительно к встроенной системе работает порог скорости. По выводу уведомлений, ложные срабатывания замечены в районе крупных торговых центров и большого скопления автомобилей. В актуальной базе камеры отсутствуют комплексы контроля стоп-полосы и выделенной линии. Разработчикам стоит обратить на это внимание. Play Me Silent не стал открытием, и его работа была детально проверена еще в первой части. Ложных срабатываний на участке замечено не было. Уведомления выводятся заблаговременно. Времени хватает для коррекции скоростного режима. Точность определения высокая. Найденный комплекс дублируется голосовыми подсказками. На участке автодория ведется расчет средней скорости. База камер максимально полная из рассмотренных нами моделей. Конечно же, можно сделать скидку на меньшую стоимость моделей Silverstone Monaco, Xiaomi 700 и Neoline XCO 5500. И простить большинство огрехов в работе. Ложные срабатывания, неполную базу камер и плохую чувствительность. Но с другой стороны, ребят, каждая пропущенная система контроля – это реальный штраф владельцу. И ту самую разницу в 5000 рублей можно набрать за несколько дней активной езды без злостных нарушений. По итогам второй части тестовых заездов наш выбор все еще остается Play Me Silent. Это лучшая модель по соотношению функциональности и стоимость. Но стоит, конечно же, она дороже пока рассмотренных сегодня моделей. Впереди нас ждет еще два этапа тестирования. Оставайтесь с нами. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Продолжение следует...